Разместите свой онлайн-сервис на выделенных серверах Selectel – ведущего провайдера IT-инфраструктуры. Подберите идеальную конфигурацию на современном железе под ваши задачи. Все это в пару кликов в удобной панели MySelectel.ru Конспирологические теории часто смешны, безосновательны и, скажем прямо, безумны. Но проблема в том, что некоторые из них могут оказаться правдой. Возможно, это самое знаменитое убийство в истории. Жертва – президент одной из супердержав. Свидетели – тысячи людей, стоявшие на пути следования кортежа. Следователи – лучшие сотрудники американской правоохранительной системы. Но не это заставляет многих людей во всем мире обсуждать данное событие даже спустя 60 лет. Главная причина в следующем. 22 ноября 1963-го. Американский Талос. После убийства Кеннеди прошло всего несколько часов. К тому моменту полиция уже опросила очевидцев и даже задержала подозреваемого. Им оказался Ли Харви Освальд, работник книжного склада рядом с местом убийства. Через несколько часов полиция находит улики против Освальда, через несколько дней его убивает какой-то сумасшедший, через год Государственная комиссия окончательно подтверждает его виновность. Итак, у нас есть доказательства, есть обвиняемый, есть заключение следствия. Единственное, чего у нас нет – уверенности, что все это правда. Официальная трактовка событий вызывает много вопросов. Убит президент сверхдержавы. Страны, которая на тот момент в состоянии холодной войны, недалеко от ядерной катастрофы и с огромным количеством недоброжелателей по всему миру. Внутри страны – борьба политических кланов, предстоящие выборы, протесты. И согласно официальной точке зрения, Кеннеди убил рядовой сотрудник ближайшей библиотеки. В одиночку. В этом видео мы максимально подробно, практически поминутно изучим, как развивались события в тот самый день, когда был убит Кеннеди. Что могло к этому привести и что происходило после. Как проводили расследования, как собирали доказательства, как опрашивали свидетелей и определяли подозреваемых. Количество вопросов, на которые предстоит ответить, огромное. И, конечно, главный из них – кто на самом деле убил Джона Кеннеди? Субтитры делал DimaTorzok 22 ноября 1963-го. Даллас, Техас. Местное время – 11.35 утра. Самолет с Читой Кеннеди приземляется в аэропорту. Даллас – один из пяти городов штата, который должен посетить президент США с супругой за два дня. Они уже провели встречи в трех городах. После Далласа Кеннеди планирует закончить свой тур в Остине. Подробнее о сложной политической ситуации внутри страны мы поговорим чуть позже. То, что важно знать сейчас, так это то, что и сегодня, и 60 лет назад Техас в основном поддерживал республиканцев, а не демократов, которых представлял Кеннеди. Через год после визита в Даллас должны состояться очередные выборы, в которых намерен принимать участие действующий президент. В этом плане поездка по основным городам Техаса имела очень важное значение. В аэропорту президента окружает многочисленная толпа и, конечно же, пресса. После обмена рукопожатиями приблизительно в 11.45 чита Кеннеди присоединяется к губернатору Техаса Джону Конноли и его жене. Они садятся в открытый лимузин. Вице-президент Линдон Джонсон с супругой занимает другой автомобиль. Не до конца понятно, планировался ли лимузин изначально быть открытым. По некоторым данным, Кеннеди, увидев улучшение погоды в Далласе, сам распорядился об открытой машине. Кортеж отправляется от аэропорта приблизительно в 11.52. Конечная точка – торговый комплекс Трейдмарт, где Кеннеди должен выступить с речью. Но перед этим, Кортеж делает круг практически через весь центр города. Вдоль маршрута – гигантская толпа. По некоторым данным, поприветствовать президента собралось от 150 до 200 тысяч человек. Олдень. Кортеж движется по центру Далласа вдоль ликующей толпы. Президентский кабриолет сворачивает с улицы Мейн-стрит и приближается к многоэтажному зданию техасского школьного книгохранилища. На часах 12.29. Жена губернатора Коннелли поворачивается к Кеннеди и произносит. «Господин президент, вы не можете сказать, что Даллас вас не любит». В это время неподалеку, на бетонном блоке, расположенном на травянистом холме, стоит Абрахам Запрудер. В его руках – любительская кинокамера. Абрахам руководит компанией по производству женской одежды. Его офис находится на четвертом этаже здания, расположенного прямо через дорогу от техасского школьного книгохранилища. Запрудер – демократ и поклонник Кеннеди. Узнав о приезде президента, он собирался снять проезд кортежа на свою камеру. Однако накануне шел сильный дождь и он передумал. Утром 22.00. погода прояснилась и Абрахам в последний момент успел сбегать за камерой. Сначала Запрудер хотел снимать проезд кортежа из окна своего офиса, но в итоге решил выбрать место получше и расположился на том самом холме. Именно он сделает, пожалуй, самые важные и в то же время самые ужасные кадры – убийство президента. Кортеж совершает поворот на улицу Эльм-стрит рядом со зданием книгохранилища. 12.30 дня. Звучит выстрел. В первые секунды агент секретной службы Клинтон Хилл принимает звук выстрела за фейерверк. Однако он видит реакцию президента после первого выстрела и выбегает из сопровождающей кортеж машины. Когда он подбегает к лимузину, становится слишком поздно. Вторая пуля настигает Кеннеди. Официально было три выстрела, однако следствие пришло к выводу, что президент был ранен двумя пулями. Первая пробила основание шеи президента, вышла через его горло, а затем, согласно отчету следствия, прошла через плечо и запястье губернатора Конноли, в конечном итоге попав в бедро. Еще одна пуля попала Кеннеди в затылок. Кортеж мчится в сторону ближайшей мемориальной больницы Паркленда. Врачи делают все возможное. Губернатор Конноли остается в живых, Кеннеди объявлен мертвым в 13.00. Я очень люблю технологии. Знаете за что? За то, что вы можете работать где угодно. У себя дома, в горах, в бассейне, на скамейке, на закате. Я же говорю, где угодно. Конечно, не все профессии могут позволить себе такую свободу выбора. Но айтишники точно могут. Потому что в большинстве случаев для работы нужен только интернет и компьютер. А средняя зарплата в этой сфере 150 тысяч рублей, и это далеко не предел. Причем начать работать в айти может каждый, вне зависимости от возраста и предыдущего опыта. На платформе Geekbrains представлено более 100 направлений, и вы вместе с опытными специалистами можете подобрать для себя наиболее подходящие по вашим интересам. Например, людям с техническим складом ума подойдут программы по Data Science или программированию. Творческим личностям будет ближе маркетинг или дизайн. А если вы еще не уверены, то в Geekbrains помогут определиться с профессией, которая подойдет именно вам. В ходе обучения можно бесплатно поменять программу, если понимаете, что склоняетесь к чему-то другому. Программа в Geekbrains построена таким образом, чтобы вы могли совмещать обучение с основной работой или другой занятостью. В среднем понадобится 10 часов в неделю. И самое главное, Geekbrains гарантирует трудоустройство. Это закреплено в договоре. А если вы все-таки не сможете найти работу по новой специальности, вам вернут деньги за обучение. Многие студенты находят работу еще в процессе обучения, так как проходят стажировку в компаниях-партнерах и накапливают качественное портфолио благодаря практическим занятиям. Оплатить обучение в Geekbrains можно в рассрочку, а внести первый платеж лишь через месяц обучения. Как известно, лучшее время, чтобы начать, это сейчас. В Geekbrains действует скидка 67% на любую программу обучения. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране и осваивайте профессию, которая дарит свободу. Мы не показываем сам момент убийства по понятным причинам. Эта хроника есть в свободном доступе, в том числе на YouTube, так что можете при желании посмотреть, но эти кадры не для слабонервных. Как и большинство преступлений, это произошло очень быстро. Несколько выстрелов и несколько минут. Самое интересное в том, что происходило до и в том, что происходило после. Именно там мы будем искать правду. И начнем с контекста. Согласно YouTube-аналитике, примерно 5-6% зрителей моего канала старше 65 лет. Во-первых, большой вам респект. Пардон, уважение. Но не думаю, что даже кто-то из вас жил в Америке 50-60-х годов. А когда мы говорим об убийстве президента США, нам важно понимать, что это была за страна и какое место в ней занимал Джон Фиджеральд Кеннеди. Ведь когда мы говорим о преступлении такого уровня, один из главных вопросов, на которые мы отвечаем, кому это выгодно. Что ж, давайте углубимся в политический и социальный контекст. На смену Второй мировой пришла холодная война, битва идеологий. Западные лидеры переживали о том, что со стороны СССР наблюдается тенденция к экспансии. И главной угрозой демократии, по их мнению, был коммунизм. Его решили сдерживать двумя способами – дипломатии или силой. Предшественник Кеннеди, президент Эйзенхауэр в 50-х сформулировал знаменитый принцип домино. С эти выражения стало популярно именно с тех пор. Эйзенхауэр имел в виду конфликт между Северным и Южным Вьетнамом, в котором, разумеется, принимали участие СССР и США. Так вот, по мнению президента, переход Вьетнама под контроль коммунистов мог привести к подобным результатам и в других странах Юго-Восточной Азии. Тогда же, в 50-х, произошла война в Корее, в которой американцы были на стороне Южной части. На Кубе тем временем революция. В начале 1959-го лояльный США диктатор Батиста бежал, Фидель Кастро прибыл в столицу страны и возглавил новое временное правительство, арестовав сторонников Батисты. Соединенные Штаты были одной из первых стран, признавших правительство Кастро на Кубе. Но отношения между двумя странами быстро ухудшались, поскольку Кастро установил коммунистический режим и наладил тесные связи с Советским Союзом. США разорвали дипломатические отношения с Кубой в начале 1961-го. Такими были 50-е для внешней политики Соединенных Штатов. Теперь самое время рассказать о том, что происходило внутри страны. Ведь там ситуация выглядела совсем иначе. Там зарождалась мечта. Счастливая семья на фоне своего дома, рядом личный автомобиль или даже не один, ухоженный газон, дети, улыбки, идеальная жизнь. Та самая американская мечта в классическом исполнении появилась в 50-х. Главное слово, которое используют американские историки для описания того периода – бум. Бум экономики, бум пригородного строительства, наконец, бэби-бум – рекордный взлет рождаемости. Поэтому то поколение называют бумерами. После окончания Второй мировой американцы как никогда хотели заводить детей. И что немаловажно, имели возможность это делать. За полтора десятилетия до начала 60-х ВВП страны увеличился вдвое, что положило начало золотому веку американского капитализма. Среднестатистический житель страны мог позволить себе очень многое по сравнению с предыдущими поколениями. Уровень безработицы и инфляции был низким, уровень зарплат высоким. Американцы среднего класса имели намного больше денег, чем когда-либо. Именно тогда начался знаменитый Suburban – пригородная одноэтажная Америка. После войны застройщики начали скупать землю на окраинах городов для строительства там скромных и недорогих домов. Государство субсидировало доступные ипотечные кредиты для многих вернувшихся солдат. Это означало, что купить загородный дом часто было дешевле, чем арендовать квартиру в городе. Дома идеально подходили для молодых семей. Тогда же появился и образ типичной американской домохозяйки. Стали выходить книги с советами и журнальные статьи, помогавшие женщинам исполнять роль жен и матерей. Частные дома, автомобили, поездки с семьей, достаток благополучия и стабильность – все это Америка 50-х. Но была и обратная сторона медали. В то же самое время в американском обществе назревали серьезные конфликты. Холодная война привела к тому, что внутри страны началась красная паника. Десятки тысяч американцев потеряли работу, семей и друзей из-за гонений на представителей коммунистического движения. Идея о том, что самой важной работой женщины является вынашивание и воспитание ребенка, постепенно начала вызывать сильное недовольство среди многих американок, у которых были другие представления о жизни. Те самые субсидии на покупку жилья очень помогали молодым американцам. Правда, белым американцам. Фактически законопроект лишь увеличил социальный разрыв между белым и черным населением страны. В 1950-х годах борьба против расизма и сегрегации стала одним из основных направлений американской общественной жизни. Раздельные уборные для черных и белых, отдельные места в общественном транспорте, разные школы – все это вызывало недовольство большой части общества. Лицом мощного движения против сегрегации стал Мартин Лютер Кинг. К началу 60-х Соединенные Штаты – страна с большим количеством проблем и вызовов. И в этой атмосфере должны пройти очередные президентские выборы. Когда я перечислял все блага, которые стали доступны американцам к началу 60-х, я не упомянул самую важную вещь. Тогда почти в каждой семье страны появился телевизор. И это изобретение сыграло важнейшую роль в жизни молодого и харизматичного кандидата в президенты Джона Кеннеди. Телевизор, конечно, не был единственной причиной его победы, но стал бы Кеннеди президентом без телека? Безусловно, нет. 60-е начались с президентской гонки. Кеннеди против Никсона. Это были первые дебаты двух кандидатов в президенты, показанные по американскому телевидению. Всего было 4 эфира, но всем, конечно же, запомнился самый первый. Именно на нем Кеннеди, можно сказать, разгромил Никсона. Не потому, что программа Кеннеди была намного лучше, не потому, что он был умнее или образованнее, а потому, что он умел работать на камеру. Он даже был не против использования макияжа для съемок. Никсон наотрез отказался. В результате все запомнили яркого, уверенного, харизматичного Кеннеди на фоне нервничавшего и не так бодро выгляделшего Никсона. В следующих нескольких трансляциях Никсон все же реабилитировался, но, несмотря на это, Кеннеди победил оппонента с небольшим отрывом. 20 января 1961 года у Соединенных Штатов появился энергичный, молодой и харизматичный президент Джон Кеннеди, утонченная и модная первая леди, и многим казалось, что страна стоит на пороге новой политической эры, а у нового руководителя есть ответы на все серьезные политические и социальные проблемы. Но, как вы уже поняли, реальность оказалась сложнее. Америка столкнулась с большими внешними и внутренними вызовами. Уже при Кеннеди холодная война перешла на новый уровень, едва не превратившись в полноценную ядерную катастрофу. Американцы проигрывали советом в космической гонке, начала строиться Берлинская стена. Чернокожее население страны в борьбе за равные права столкнулось с сильным сопротивлением, особенно в южных штатах страны. И это далеко не все проблемы. Одним словом, исходя из контекста, очевидно, что количество людей, в том числе влиятельных, которым потенциально мог не нравиться Кеннеди, огромно. Но убийцы президента в итоге объявят одиночку. Его имя — Ли Харви Освальд. Важнейшая часть при подготовке любого путешествия — бронирование жилья. Ну, если вы только не отправляетесь в тайгу с палаткой. Не мой вид отдыха. В остальных случаях выбор жилья важнее даже выбора билетов. Я убедился в этом сам после многочисленных поездок. Судите сами. Сколько всего времени из путешествия вы проведете, например, в самолете? Несколько часов, в крайнем случае день. И неважно, был перелет хорошим или не очень, в конце концов, это вряд ли повлияет на окончательное впечатление о путешествии. А жилье, вы запомните точно, его расположение, удобство, чистоту. Стоит ошибиться с выбором отеля или квартиры, и прекрасный, замечательный город останется в памяти как ужасное место, куда точно не стоит возвращаться. И чтобы совершить правильный выбор, можно обратиться к онлайн-сервису Check-in. Check-in напрямую работает с отелями, хостелами и апартаментами. Более того, команда Check-in лично проверяет некоторые варианты. Соответствует ли местоописанию, все ли услуги оказываются, насколько чистые номера, качество сервиса и другие показатели. Подобные варианты отмечаются знаком качества «Проверено Check-in», так что можете ориентироваться при выборе. Кроме того, у Check-in простой и удобный интерфейс. Это огромный плюс. Выбирайте место поездки, нужные даты, и сервис предложит вам множество вариантов. Можете сразу отметить желаемый бюджет, количество звезд, рейтинг отеля и другие показатели, чтобы подобрать максимально удобный вариант. Также можно ориентироваться по карте, чтобы найти жилье в определенном районе города. У каждого варианта есть фотографии, чтобы наглядно оценить, нравится место или нет. Поддержка 24 на 7 – еще одно преимущество сервиса. Можете задать вопросы или оперативно решить проблему. В данный момент Check-in предлагает варианты только на территории России, но постепенно будут появляться новые направления. Лето уже началось, но у многих отпуск еще впереди, поэтому самое время бронировать жилье. Прямо сейчас у Check-in действует скидка 10% на первое бронирование. Ссылку на сервис я оставлю в описании под видео. Переходите, выбирайте классное жилье и получайте позитивные эмоции от путешествия. Давайте вернемся в тот самый день, 22 ноября 1963-го. Что происходило в Далласе сразу после роковых выстрелов? Тогда на часах половина первого. На площади разворачивается настоящая паника. Не все до конца понимают, что происходит. По воспоминаниям свидетелей, многие думали, что выстрелы продолжатся и что стрелять могут в том числе по толпе. В 12.34 первое новостное сообщение о том, что в президента Кеннеди стреляли. Спустя шесть минут канал CBS прерывает вещание мыльной оперы и объявляет о том, что на президента было совершено покушение. В течение следующего часа, пока потрясенная страна и мир узнают о случившемся, разворачивается настоящая драма преследования и поимки потенциального убийцы. Через 15 минут после покушения полиция сообщает приметы подозреваемого. Белый мужчина, около 30 лет, худощавого телосложения, рост 5 футов 10 дюймов. Это примерно 177 сантиметров. Вооружен. Час 0.03. Начинается проверка сотрудников техасского школьного книгохранилища. Отчет показал, что не на месте только двое мужчин. Первый вышел на улицу, чтобы посмотреть кортеж, и полиция не пропустила его обратно в здание. Вторым был Ли Харви Освальд, проработавший там всего месяц. Час 12. На шестом этаже здания книгохранилища обнаружены гильзы от пуль возле окна, выходящего на площадь. В час 15 сообщается, что в пяти километрах от происшествия с Кеннеди был ранен и убит офицер полиции Джей Типпит. Он получил три выстрела в грудь и один в висок. 12 человек стали свидетелями того, как мужчина скрылся с места происшествия. Шестеро из них позже опознали в нем Освальда. Час 22. Винтовка была обнаружена в другом месте книгохранилища на шестом этаже. Час 26. Вице-президент Линдон Джонсон покидает больницу Парклэнд, где находится Кеннеди, и отправляется в аэропорт, чтобы вернуться в Вашингтон. В час 30 исполняющий обязанности пресс-секретаря Белого дома выступает с официальным сообщением о смерти президента Джона Кеннеди. В это же время полиция получает наводку, где замечен человек, подходящий под описание убийцы офицера Типпита. В час 45 15 офицеров полиции окружают здание кинотеатра Техас. Также понадобится еще 4 офицера внутри, чтобы усмирить подозреваемого. Через 5 минут Освальда задерживает. Он сидел в зрительном зале и смотрел кино. В тот момент полиция проводит парафиновые тесты на руках и лице подозреваемого. Они показывают, что Освальд недавно стрелял. Позже его жена Марина подтверждает, что винтовка, найденная в хранилище, действительно принадлежит ее мужу. Эта историческая фотография сделана в 2.38 на борту президентского самолета. Вице-президент Джонсон приводится к присяге в качестве главы Соединенных Штатов, стоя в тесном салоне рядом со своей женой и уже вдовой Кеннеди. Тело ее мужа также на борту самолета. Минутами ранее в главном полицейском управлении Талоса начинается допрос Освальда. В общей сложности процедура займет почти 12 часов. Все обвинения в свой адрес, а это убийство Кеннеди и офицера Типпита, он отрицает. Когда ему показывают фотографию, где он держит винтовку, Освальд усмехается и говорит, что это подделка. В итоге он вообще перестанет отвечать на вопросы. И теперь самое время остановиться и разобраться. Кем же был тот самый чрезвычайно меткий стрелок Ли Харви Освальд? Поверьте, вас ждет много сюрпризов. Освальд родился в 1939 в Новом Орлеане. За два месяца до его рождения в семье произошла трагедия. Отец Харви умер от сердечного приступа. Его мать Маргарет осталась одна с тремя детьми. У Харви два старших брата Роберт и Джон. Последний был сводным от первого брака матери. Находясь в сложном финансовом положении после смерти мужа, мать отправила детей в приют. Через год она забрала сыновей, переехала в Даллас и там снова вышла замуж. Позже старших братьев отправили учиться в военную академию, а Харви остался жить вместе с матерью и новым мужем. Однако брак быстро распался и в начале 50-х Ли вместе с матерью переехали в Нью-Йорк. Там уже обосновался Джон Пик, тот самый первый сын Маргарет и сводный брат Харви. Первое время они все жили вместе. Именно тогда у Харви проявилось агрессивное поведение. Он как минимум один раз ударил мать, а во время ссоры с женой брата угрожал ей ножом. После этого Харви вместе с матерью переехали в другой район города, где Освальд пошел в школу. Там его дразнили из-за его техасского акцента и манеры одеваться. Надо отметить, что Ли, по сути, с самого детства был предоставлен сам себе. Мать все время работала или занималась собственными проблемами, а большая разница в возрасте с братьями давала о себе знать. Ли был младше среднего на 5 лет. Мальчик начал избегать школу. Вместо этого он предпочитал оставаться дома в одиночестве и смотреть телевизор или читать журналы. Это продолжалось, несмотря на настойчивые попытки администрации школы и матери вернуть ребенка на занятия. Из-за постоянных прогулов по решению суда 14-летнего Освальда на несколько недель поместили под наблюдение в специальное учреждение, в котором дети проходили в том числе психиатрическую экспертизу. Во многих источниках можно найти утверждение, что Освальд был потенциально опасен и имел серьезную форму психического расстройства. Интересно, что официальные данные из Национального архива США об этом не говорят. Но, тем не менее, судя по всему, проблемы все же были. Со слов социального работника, наблюдавшего за Харви, мальчик был отстранен, холоден, напряжен и не любил, когда его беспокоили. Он старался избегать любых форм коммуникации и держался в стороне. Он неоднократно повторял подобные фразы «Мне не нужны друзья. Я не люблю разговаривать с людьми. Я не люблю всех». Его определили как эмоционально неуравновешенного подростка, страдающего от эмоциональной изоляции, отсутствия привязанности и отторжения со стороны матери. При этом интеллектуальные способности Ли ни у кого не вызывали сомнений. Его IQ был выше среднего, тест на чтение не показал каких-либо отставаний в понимании или скорости. Кроме того, у Харви были способности в арифметике. Социальный работник был убежден, что если Освальду будет оказана психологическая помощь, он сможет нормально социализироваться. Однако мать этого не сделала, и власти города были вынуждены принудительно поместить мальчика в приют. Не дожидаясь решения суда, мать с сыном уехали из Нью-Йорка в Новый Орлеан. Там Освальд закончил 9 класс, ушел из школы и поступил в морскую пехоту. Но перед тем, как это произошло, у него появился новый интерес. Он увлекся коммунистической литературой. Книги Освальд брал в библиотеке. Позже, когда Маргарет спросили, не волновало ли ее новое увлечение сына, она ответила, что не видит в этом никакой проблемы. Ведь если книги были так плохи для детей, то почему они были в общедоступной библиотеке? Интерес Освальда к марксизму продолжился и во время учебы в морской пехоте. По свидетельствам сослуживцев, он интересовался тем, что происходило в Советском Союзе, поддерживал Хрущева, а также проявлял интерес к Кубе и поддерживал Кастро. Освальд был хорошим стрелком, но равнодушен к службе. В сентябре 1959-го Ли покинул морскую пехоту США и через несколько дней уехал в Советский Союз. Вот это поворот. Скажу честно, до того, как я не стал знакомиться с этой темой, у меня были крайне скудные представления об Освальде. И уж тем более я ничего не знал о его визите в СССР. То есть чувак, убежденный в коммунистических идеях, в разгар холодной войны едет в СССР и через 4 года убивает президента США. Но и это еще не все. Визит Освальда в СССР не был стандартной туристической поездкой а-ля водка-матрешка-блины-ушанка. Нет, он задержался в стране надолго. Вскоре после прибытия в Союз Освальд написал своему брату Роберту, что СССР – страна, которую он всегда считал своей собственной и отправился туда, чтобы обрести свободу. В другом письме он убеждал брата, что никогда не вернется в США, страну, которую он ненавидит. Однако советское правительство встретило американца не так дружелюбно. Изначально ему отказали в возможности остаться. Согласно официальным данным, это произошло в октябре 1959-го. После этого Ли предпринял попытку самоубийства. Его вовремя обнаружили и доставили в одну из московских больниц. Выйдя оттуда, он сразу же направился в американское посольство, чтобы отказаться от своего гражданства. Второй секретарь посольства США позже свидетельствовал, что Освальд держался уверенно и подписал документ, в котором говорилось, что он просит лишить себя гражданства США, что его просьба о гражданстве СССР находится на рассмотрении и что все его действия были предприняты по политическим причинам. В конце он написал, что подтверждает свою верность Советскому Союзу Социалистических Республик. В качестве основной причины для отказа от своего гражданства Ли заявил «Я марксист». В итоге советские власти все же разрешили ему остаться на неопределенный срок и Освальда отправили в Минск работать слесарем на радиотелевизионном заводе. И хотя нет никаких данных, что Освальд как-то сотрудничал с советскими властями в плане пропаганды или спецслужб, но есть странные факты, которые вызывают вопросы. Итак, его зарплата слесаря на заводе составляла 700 рублей. В этом, кстати, нет ничего удивительного. Это было еще за пару лет до крупной денежной реформы в СССР, когда все зарплаты и цены поделили на 10. Но вот что интересно. Ежемесячно советское правительство выделяло Освальду пособие, которое примерно составляло размер его заработной платы. Все это в сумме давало доход, который, по словам Освальда, был сопоставим с доходом директора завода, на котором он работал. Кроме того, жилищные условия Ли были значительно более приятными, чем условия его сверстников в Советском Союзе. Напомню, что тогда Харви было примерно 20 лет. Казалось бы, Освальд живет в стране своей мечты с кучей бабла и приличной хате. Что ему может не нравиться? И, тем не менее, постепенно мировоззрение Освальда начинало меняться. В своем дневнике в августе-сентябре 60-го года он писал, что все больше осознает, в каком обществе он оказался. Массовое занятие гимнастикой, обязательное собрание после работы с политповесткой, командировки всего коллектива по воскресеньям на сбор картошки. От всего этого Ли не испытывал энтузиазма. Хотя, конечно, не испытывать энтузиазма от сбора картохи в Беларуси – это почти преступление. В самом начале 61-го Харви писал в дневнике о желании оставить свою работу. Ему было скучно, заработанные деньги тратить некуда, ни ночных клубов, ни боулинга, только профсоюзные пляски. В период, когда он начал задумываться о возвращении на родину, Ли познакомился с Мариной Прусаковой. В апреле 1961-го они поженились. Примерно через год, в июне 62-го, Освальд вместе с женой и трехмесячной дочерью вернулись в Соединенные Штаты. Итак, Освальду 23 года. За это время он успел разочароваться в собственной стране, отказаться от гражданства, пожить в Советском Союзе, снова разочароваться и вернуться обратно. И тут два варианта. Либо парень совсем недалекий, либо у него серьезные ментальные проблемы. А как мы помним, Освальд не был глуп. Его жена Марина позже подтверждала, что Ли действительно после возвращения испытывал психологические трудности. Он стал еще более изолированным, не сдержанным и раздражительным. Фактически он разочаровался в американском капитализме, в советском социализме, но по-прежнему считал себя марксистом. Семья поселилась в городе Даллас, штат Техас. Постепенно интерес Освальда к коммунизму трансформировался в поддержку Кубы. В начале 1963 года он заказал револьвер 38-го калибра, а в марте приобрел винтовку и оптический прицел. Он попросил Марину сфотографировать его с оружием. Фотография стала легендарной. В последующие десятилетия этот снимок разберут по крупицам. Для следствия он будет одним из доказательств по уголовному делу, так как ружье со снимка будет идентифицировано как оружие, из которого стреляли в президента Кеннеди. Для скептиков этот снимок будет дополнительным аргументом, что Освальд всего лишь козел отпущения. И мы, конечно, еще поговорим об этом фото. В Далласе Освальд работал в фотолаборатории. Однако в апреле 1963-го его уволили из-за плохой работы и тяжелого характера. Спустя всего несколько дней Ли совершил попытку нападения на бывшего генерала армии Эдвина Уокера, известного ультраправыми взглядами. Согласно официальной версии, именно для этого нападения Освальд и купил винтовку. Однако мотивы, и был ли это вообще Освальд, так до конца и не ясно. Спустя две недели после покушения на Уокера Ли приехал в Новый Орлеан. Жену с ребенком он оставил в Техасе. Они присоединятся к нему чуть позже. На новом месте он устроился смазчиком кофемашин. В Орлеане Освальд создал отделение комитета за справедливую политику по отношению к Кубе и начал распространять листовки в поддержку Кастро. Вообще, главной целью комитета было обеспечить массовую поддержку кубинской революции. Они выступали против нападок со стороны правительства США и введения эмбарго. Большинство из членов комитета находились под наблюдением ФБР. Освальд напечатал листовки «Руки прочь от Кубы» и стал их распространять в центре Нового Орлеана. В августе после конфликта с тремя кубинскими эмигрантами, настроенными против Кастро, его задержали и допросили полицейские. И хотя Освальд публично занимался прокастровской деятельностью и даже выступал на радиостанции, согласно официальным источникам, его организация была лишь плодом его воображения. На допросе полиции он заявлял, что члены его организации — это 35 человек и они собираются каждый месяц. Однако центральный орган этого комитета никогда не учреждал отделение, которое якобы возглавлял Освальд. Сам Ли писал национальному директору Комитета за справедливую политику по отношению к Кубе, что после нападения кубинских эмигрантов на уличную демонстрацию комитета и предупреждения полиции, он был вынужден заниматься вопросами организации в одиночку, так как это лишило его всякой поддержки. Однако никаких записей о демонстрациях обнаружено не было, за исключением того самого инцидента с тремя кубинцами, о котором я говорил ранее. Судя по всему, это была одиночная акция со стороны Освальда. Логичный вопрос — зачем он это делал? Со слов его супруги Марины, он хотел, чтобы его арестовали, чтобы о нем писали газеты и говорили радиостанции. Он хотел известности, чтобы попасть на Кубу. В августе 1963-го Освальд также высказывал желание вернуться обратно в Советский Союз. Он попросил жену написать в советское посольство в Вашингтоне письмо с просьбой об оформлении визы. В то же время Освальд планировал попасть на Кубу. Он даже предлагал Марине угнать самолет, но план резко провалился, так как беременная Марина отказалась. Освальд приехал в Мехико 27 сентября 1963-го. Он почти сразу отправился в кубинское посольство и подал заявление на получение визы на Кубу, как транзитный пункт в Советский Союз. Представляясь главой Новоорлеанского отделения из Комитета за справедливую политику по отношению к Кубе, он просил считать его другом кубинской революции. Однако кубинцы отказали в визе из-за того, что Ли еще не получил ответа от Советского Союза. Освальд сильно разумновался и начал доказывать, что он имеет право на визу из-за своего происхождения, партийной принадлежности и, наконец, своей борьбы за кубинскую революцию. Но спор с консулом ни к чему не привел. Освальд покинул Мехико в начале октября 1963-го года и приехал в Далос. На тот момент он собирался стать отцом во второй раз, но ни денег, ни работы у него не было. В тот момент жена жила отдельно у подруги из-за того, что Харви ее бил. 15 октября, чуть больше, чем за месяц до покушения, Освальд устроился в Техасское школьное книгохранилище. В этом плане ему сильно повезло. На собеседовании он сказал, что только что уволился из морской пехоты США. И никто не стал проверять правдивость его слов. Зарплата, казалось ли, ниже его достоинства, но он нуждался в деньгах, поэтому согласился. И теперь события вновь возвращают нас к 22 ноября 1963-го. 7.23. Бойл Фрейзер подвозит своего коллегу Освальда к их месту работы – техасскому школьному книгохранилищу. Освальд не умеет водить. Фрейзер интересуется у молодого сотрудника, что тот держит в руках – некий предмет, завернутый в бумагу. Освальд отвечает, что это несколько занавесок. Через пару минут после выстрелов в 12.32 полицейский останавливает Освальда в столовой книгохранилища на втором этаже. Однако вмешивается менеджер здания. Он ручается за Ли и просит его отпустить. Освальд выходит из книгохранилища, идет на остановку и садится в автобус. В час дня Освальд возвращается в комнату, где он живет. Там он меняет одежду, берет пистолет и выходит обратно на улицу. 1.15. Некто стреляет насмерть в полицейского как раз в 15 минутах ходьбы от комнаты Освальда, убийство, в котором впоследствии обвиняли Харви. В час 50 Освальда задерживают в кинотеатре. Проходит два дня. 24 ноября в 11.20 утра Освальда переводят из мэрии Далласа, где находилось полицейское управление, в окружную тюрьму. Событие транслируют в прямом эфире. В этот момент некий Джек Руби стреляет в Освальда. Ли отвозят в полицию Паркленд, где делают операцию. В итоге около часа дня Ли умирает в том же госпитале, в котором до этого умер Кеннеди. Джека Руби задержали сразу. Позже он признается, что застрелил Освальда, чтобы избавить Джеклин Кеннеди от дачи показаний на суде над Ли. Джек предстанет перед судом и будет признан виновным в марте 64-го. Его приговорят к смертной казни. Но в октябре 66-го апелляционный суд Техаса отменит этот приговор. Менее чем через год Руби умрет в тюрьме от легочного заболевания, так и не дожив до повторного рассмотрения. И теперь логичный вопрос. Кто такой Джек Руби? Джейкоб Рубинштейн, также известный как Джек Руби, родился в Чикаго в 1911 году в семье польских эмигрантов. Тяжелое детство, часть которого он провел в приюте. Так и не окончив школу, Руби перебивался случайными заработками. Во время Второй мировой войны служил авиамехаником на базах ВВС США. В 1947 он переехал в Даллас. Там управлял несколькими ночными клубами. В тот же период Руби участвовал в многочисленных инцидентах с применением насилия. Его несколько раз арестовывали, но дело не доходило до суда. Считается, что благодаря его клубной жизни у него были связи с полицейскими. Руби был глубоко расстроен убийством Кеннеди. 24 ноября он пришел в мэрию Далласа, где Освальда переводили в окружную тюрьму. Руби вошел в подвальное помещение, заполненное полицейскими и журналистами. Когда Освальда вывели, Руби выстрелил ему в живот с близкого расстояния из спрятанного револьвера. Нападавшего сразу задержали. Телевизионные камеры засняли нападение, которое американцы могли наблюдать в прямом эфире по всей стране. Когда Джека Руби повалили на землю, он закричал «Вы все меня знаете, я Джек Руби». И действительно, в его клубах периодически отдыхали полицейские, и сам он был довольно известен в городских кругах. Хотя многие говорили о связях Руби с организованной преступностью, комиссия Уоррена, которая расследовала убийство Кеннеди, не нашла этому существенных доказательств. По их заключению, Руби действовал один. Один Освальд убил Кеннеди, «Один Руби убил Освальда, сам Руби умер в тюрьме». Согласитесь, звучит довольно подозрительно. Следующий президент США Джонсон считал, что в основе убийства Кеннеди может быть заговор. Среди американцев также были сильны подозрения, что убийство организовали коммунисты. Чтобы расследовать это, был создан специальный комитет по делу об убийстве Джона Кеннеди. Председателем комиссии назначен главный судья Верховного суда США Эрл Уоррен. Почти за год работы комиссия собрала показания более 500 свидетелей, получила больше 3000 отчетов от ФБР и секретной службы, и отчет на 888 страницах был опубликован сразу после того, как представлен президенту Джонсону. Комиссия Уоррена сообщила, что пули, убившие президента Кеннеди, были выпущены Освальдом из винтовки, направленной из окна шестого этажа техасского хранилища школьных книг. Были представлены многочисленные доказательства ненависти Освальда к правительству Соединенных Штатов, его увлечения марксизмом, фотография с винтовкой накануне. Все говорило о том, что именно Освальд убил Кеннеди. Комиссия также заявила, что не нашла доказательств, что Освальд или Руби были участниками какого-либо заговора, иностранного или внутреннего, с целью убить президента Кеннеди. Все, страна могла выдохнуть, убийца найден. Казалось бы, какие могут быть сомнения, когда расследованием занимались лучшие умы правоохранительной системы под руководством главного суди Верховного суда США. Никому из официальных лиц и в голову не приходило, по крайней мере публично, задавать вопросы относительно расследования. Дело закрыто. Это отрывок из фильма Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» 91-го года. Фильм породил новую волну конспирологических теорий, связанных с убийством Кеннеди. Нам в первую очередь интересен главный герой и его расследование. Персонаж, которого играет Кевин Костнер, это реальный человек по имени Джим Гаррисон. В 60-х годах он служил окружным прокурором Нового Орлеана. Джим был счастливо женат, несколько детей, дом, уважаемая должность. Убийство Кеннеди повергло его в шок, как и всю Америку. Да, некоторые детали дела ставили Джима в тупик, но он считал, что секретным службам известно больше, чем остальным. А значит, остается лишь доверять их уровню профессионализма. У него самого был опыт работы в ФБР. В 66-м году у Гаррисона происходит случайный разговор с Расселом Лонгом, сенатором США от Луизианы. Поднимается тема убийства Кеннеди, и тот выражает мнение, что комиссия Уоррена была не права в своем заключении. «В мире нет ни одного такого человека, который мог бы застрелить Кеннеди таким образом», – сказал Лонг. Гаррисон удивлен услышать такое мнение от одного из членов Сената США. Получается, сомнения в том, как и кем был убит Кеннеди, сохранялись даже в высоких кругах. Слова сенатора зарождают любопытство Гаррисона. Он заказывает полный отчет комиссии Уоррена и начинает копать. Расследование Гаррисона крайне любопытно. Оно далеко не единственное, но одно из самых известных. Альтернативные версии об убийстве Кеннеди стали появляться чуть ли не сразу после его трагической смерти. Книги, документалки, статьи с разбором неофициальных версий случившегося выходят и по сей день. И хотя многие из этих расследований приходят к разным выводам и называют разных виновных, но большинство из них начинается примерно с одних и тех же вопросов. Во-первых, с какой целью часть документов до сих пор засекречена? Во-вторых, как получилось так, что даже открытые источники и в первую очередь отчет комиссии Уоррена полны несостыковок и пробелов? Что ж, секретные документы нам, конечно, никто не покажет, поэтому давайте начнем с доступных материалов. Пожалуй, в деле Кеннеди ничто не способно так заставить задуматься даже опытного скептика, как теория волшебной пули. В своем 800-страничном отчете комиссия Уоррена делает вывод, что Освальд, будучи опытным стрелком морской пехоты, совершил три выстрела. Первая пуля попала в шею Кеннеди и вышла через горло, прежде чем попасть в губернатора Коннелли. Вторая попала Кеннеди в затылок, став причиной смерти. И был один промах. Вроде все логично, но дьявол в деталях. Почему, собственно, первую пулю назвали волшебной? Теория гласит, что это была свинцовая пуля в медной оболочке длиной 3 см из винтовки калибра 6,5 на 52 мм, выпущенная с шестого этажа Техасского школьного книгохранилища. Она прошла через шею президента в грудь губернатора Коннелли, затем прошла через его правое запястье и вонзилась в левое бедро. Если это действительно было так, то эта пуля проделала путь через спинной бандаж, 15 слоев одежды, 7 слоев кожи и примерно 38 см мышечной ткани, повредив 10 см ребра Коннелли. Получается, одна пуля в общей сложности совершила до 7 входных-выходных ранений у двух мужчин. Многие отказывались в это верить. Сразу стали появляться версии, что стрелков было несколько. Теория одной пули или теория волшебной пули критически важна для подтверждения официальной версии того, что Освальд действовал один. Между ранениями двух мужчин не было достаточно времени, чтобы стрелок произвел два выстрела из винтовки с тем видом затвора, который был у винтовки Освальда. Минимальное время для производства двух последовательных точных выстрелов составляет примерно 2 с четвертью секунды. Ранения же у Кеннеди и Коннелли были нанесены в более короткий промежуток времени. Следующий большой аспект дела, который вызывает вопросы, это показания свидетелей. Прокурор Гаррисон указывает, что комиссия Уоррена отнеслась к этому крайне избирательно, буквально игнорируя десятки показаний свидетелей, которые в тот момент были на месте преступления. А эти показания противоречат официальной версии. Когда прозвучали выстрелы, кортеж Кеннеди только свернул на Эльм-стрит. Школьное книгохранилище в тот момент находится позади лимузина, по правую сторону. Перед машиной правее расположен травяной холм с деревянным чистоколом. Вдоль чистокола роща небольших деревьев. За час до убийства очевидец по имени Джулия Энн Мерсер ехала на запад мимо травянистого холма на улице Эльм. Попав в пробку, она остановилась рядом с пикапом, припаркованным вдоль бордюра. Тогда она заметила, что молодой человек с ружьем в чехле возобрался по крутому склону на пригорок. На следующий день после убийства, как выяснил Гаррисон, она сообщила об этом как в местное отделение ФБР, так и в офис шерифа Далласа. Но, как ни странно, сотрудники комиссии Уоррена никогда не допрашивали Джулию. Некоторые из свидетелей, вопреки выводам комиссии Уоррена, не только слышали выстрелы из-за чистокола, но и видели дым от ружейного огня, поднимающийся вверх сквозь группу деревьев. Свидетель по имени Холланд сказал, что он абсолютно точно видел клуб дыма, поднимающийся из-под деревьев. Президент книгохранилища Кэмпбелл был уверен, что стрельба велась из травянистой местности в направлении, куда двигался кортеж. Абрахам Запрудер, который и снял самые известные кадры убийства Кеннеди, стоял на цементной плите спиной к чистоколу. Он сам был уверен, что выстрелы были произведены откуда-то позади него. Еще один свидетель по фамилии Ньюман так описывал происходившее во время выстрелов. Я зачитаю. Мы стояли на краю бордюра и смотрели на машину, которая приближалась к нам. И вдруг раздался шум, по-видимому выстрел. Затем мы упали на траву, так как казалось, что мы находимся на прямом пути огня. Я был уверен, что кто-то стреляет позади меня. Я не помню, чтобы смотрел в сторону техасского книгохранилища. В конце концов, на самой известной съемке происшествия видно, как сразу после выстрела Кеннеди отбросила назад. Это могло означать только одно, что пуля попала в него спереди, а не сзади. Также никогда не расследовались не менее интригующие доказательства, свидетельствующие о том, что рядом в районе железнодорожной станции могли быть люди, выдающие себя за агентов секретной службы. Несколько человек свидетельствовали, что видели сотрудников спецслужб после покушения. Однако, согласно отчету комиссии Уоррена, все агенты секретной службы, назначенные на парад, отправились в госпиталь. Секретная служба зафиксировала, что на месте убийства не было ни одного из ее агентов, кроме тех, кто проезжал в составе кортежа. Это означало то, что секретная служба либо лгала или ошибалась, либо люди, которых видели свидетели, не были представителями секретной службы. В любом случае, сотрудники комиссии Уоррена просто закрыли этот вопрос. И не будем забывать про Джека Руби. Убийцу Освальда видела одна из свидетельниц примерно за час до совершения покушения на том самом зеленом травянистом холме. По словам Гаррисона, ФБР изменили показания свидетельницы на то, что она якобы не смогла опознать Руби. Еще одна известная загадка с места преступления – знаменитый человек с зонтом. Он мелькает на кадрах видео за Прудера, он есть и на других снимках того дня. Накануне приезда Кеннеди в Далласе было дождливо. Однако утром вышло солнце, и можно заметить, что абсолютно все люди, приветствовавшие Чету Кеннеди, были без дождевиков, плащей или зонтов. Выглядит крайне подозрительно. Теорий на этот счет огромное количество, и мы обязательно вернемся к человеку с зонтом. Без чего, конечно, не обходится ни одна конспирологическая теория, так это фигура Освальда. Многих смущает в официальной версии буквально все. Мог ли он действовать один? Какие у него были мотивы? Был ли он связан с ЦРУ, мафией или кубинским правительством? С самого начала, когда его задержали, Освальд повторял, что он пэтси. На русский это можно перевести как козел отпущения. И надо отметить, что у сторонников альтернативных версий немало аргументов на этот счет. Первый из них — это фото. То самое фото Освальда с ружьем. По утверждению комиссии Уоррена, именно из этого ружья был убит президент. Итак, что же смущает скептиков? В первую очередь две вещи — тени и подбородок. Направление тени, которое отбрасывает тело, не совпадает с направлением тени от носа Харви. Тень от тела уходит немного вбок, в то время как под носом она следует резко вниз. Странно, ведь солнце в этот момент в одном и том же месте. Второй момент — подбородок. На этом снимке он довольно широкий, в то время как на остальных снимках Освальда очевидно, что у него узкий подбородок. Вывод, который делают конспирологи — фотография фейк. Более того, сам Освальд на допросе утверждал, что снимок — подделка. Кстати, допрос подозреваемого — это еще один странный момент. Харви допрашивали 12 часов. Запись таких допросов — это нормальное дело, даже по делам не очень важно. Тем не менее, по данным Гаррисона, предполагаемого убийцу президента Соединенных Штатов Америки, все это время допрашивали без каких-либо записей или стенограммы. Не было ни одного адвоката. Отсутствие протоколов допроса Освальда свидетельствовало о пренепряжении основными конституционными правами. Но Гаррисон не ограничился только данными популярными несостыковками, касающимися Освальда. Он копнул глубже, в его прошлое. Эта фотография сделана в 1956 году. Здесь 17-летний Освальд только что заступил на службу в морской пехоте. В официальных источниках указывается, что Освальд самостоятельно изучал русский язык. Это помогло ему при дальнейшем переезде в СССР. Однако данная версия опровергается показаниями лейтенанта Алисона Фолсома. Согласно его словам, Освальд проходил экзамен по русскому на базе морской пехоты в Калифорнии незадолго до его бегства в Советский Союз. Экзамен по русскому языку привел Джима Гаррисона в ступор. Как человек с военно-прошлым, он никогда не слышал, чтобы солдаты должны были знать русский язык. Согласно официальным бумагам, Освальд был морским пехотинцем, назначенным на службу в противовоздушной обороне. Солдату, который действительно занят в зенитной службе, знание русского, примерно как знание философии или биографии Шекспира, ни к чему. Для Гаррисона это было первое указание на то, что Освальд, по крайней мере, в 59-м году проходил углубленную подготовку. Освальд находился на базе морской пехоты Эль Тора в Калифорнии с ноября 1958 по сентябрь 1959. Из всех морских пехотинцев ближе всего к Освальду жил Нельсон Дель Гаде. Большую часть тех 11 месяцев, которые Нельсон прожил рядом с Освальдом, он не помнил о каких-то его марксистских взглядах, подтвердив это под присягой. Более того, по словам Дель Гаде, Освальд не отличался какими-то талантами в стрельбе, он часто промахивался. Показания Джона Донована, который был старшим лейтенантом на базе Эль Тора, когда там был Освальд, подтверждали слова Дель Гаде. Согласно Доновану, он никогда не слышал, чтобы Освальд напрямую заявлял, что он коммунист или придерживается коммунистических взглядов. Более того, показания сослуживцев Донована и Дель Гаде в принципе это подтверждают. Они не слышали, чтобы Освальд был марксистом. Был только один человек, чьи показания отличались от остальных – Керри Торнли. Он служил с Освальдом не так долго, как многие другие, и жил в другой части базы Эль Тора. Однако он свидетельствовал, что Освальд проявлял знания в марксизме. Прокурор Гаррисон отмечал, что по какой-то причине именно эти показания были заслушаны комиссией Уоррена и получили большое внимание со стороны прессы. Служба Освальда до Эль Тора также довольно любопытна. Его назначение на японскую базу Ацуги в 1957-м согласовывалось с теорией того, что он работал на военную разведку. Ацуги была базой для всех ежедневных сверхсекретных операций самолетов-разведчиков Ю-Ту над Китаем. Зенитное подразделение Освальда должно было охранять ангар Ю-Ту и имело строго засекреченный допуск. Гаррисон надеялся, что роль Освальда в Ацуги можно будет найти в документах ЦРУ, упомянутых в отчете комиссии Уоррена. Однако документы были засекречены. Летом 59-го года, примерно через 5 месяцев после того, как Освальд сдал экзамен по русскому языку, он подал заявление о досрочном увольнении. В качестве причины он указал болезнь матери. Якобы ей нужно регулярное его присутствие. В сентябре 59-го его увольняют. Проведя всего три дня с матерью, он уезжает в Новый Орлеан. Дальнейшее путешествие Ли из Нового Орлеана в Советский Союз связано с некоторой путаницей. До Европы он добрался на корабле. Билет был получен в конторе, который управлял некий клей-шоу. Это имя мы еще встретим. Доплыв до Англии, Освальд вылетает на восток. Каким именно самолетом или авиакомпанией он пользовался, неизвестно. Комиссия Уоррена заявила, что Освальд вылетел в Хельсинки 9 октября, в тот самый день, когда он прибыл в Англию. Однако в паспорте Освальда обозначено, что он покинул Англию лишь 10 октября, то есть на следующий день также известно, что он поселился в гостинице Хельсинки тоже 10 октября. Загвоздка в том, что это было невозможно, учитывая расписание единственного коммерческого маршрута из Лондона. Из этого Гаррисон делает вывод, что Освальд летел некоммерческим рейсом. Однако, что больше всего удивляет Гаррисона, так это то, с какой легкостью оба правительства разрешили молодой паре вернуться в США. Более того, американское государство обязало посольство в Москве выделить молодой паре деньги на возвращение. Такой заем на репатриацию, согласно постановлению Госдепартамента, возможен только в одном случае, если лояльность получателя Соединенным Штатам бесспорна, что довольно странно, с учетом того, что Освальд хотел отказаться от гражданства. Тем не менее, сумма в 436 долларов была предоставлена через несколько месяцев. Точно так же, как паспортный отдел Госдепартамента не нашел причин, почему не восстановить Освальду паспорт. Когда Марина и Освальд вместе с дочерью прибыли в США, их не ожидали сотрудники ФБР или другие спецслужбы, чего можно было бы ожидать с учетом Холодной войны. После возвращения правительство никак не преследовало Ли. Вместе с Мариной и их дочерью он переехал в Техас. Несмотря на то, что Освальд после возвращения продолжал придерживаться марксистских взглядов, его семью дружелюбно приняли в русскую общину Далласа. Интересно, кто был в составе данной общины. Это бывшие русские дворяне, землевладельцы и белые эмигранты, которых большевистское правительство вынудило покинуть страну. Что всех их объединяло, так это ненависть коммунистов. И тем не менее, они с распростертыми объятиями принимают в свою общину явного коммуниста. Странно. Весной 63-го Освальд уезжает из Далласа в Новый Орлеан. Мы знаем, что в Новом Орлеане он занимался кофемашинами и раздавал листовки кубинского комитета. С этим фактом связано много странных деталей. Дом 544 на улице Кемп-стрит в Новом Орлеане довольно известный адрес. Сейчас там даже проводят специальные экскурсионные туры, посвященные конспирологическим теориям об убийстве Кеннеди. Именно этот адрес был напечатан на некоторых листовках, которые раздавал Освальд. Если свернуть на соседнюю улицу и пройти по адресу Лафаэт-стрит 531, то там располагается другой вход в то же здание. Там находился офис некого Гая Баннистера. Гай Баннистер один из ключевых имен в теории Джима Гаррисона. Бывший сотрудник ФБР в Новом Орлеане Баннистер был частным сыщиком. Но самое главное, Баннистер был заядлым антикоммунистом. Он поддерживал несколько антикастеровских групп в Новом Орлеане. Итак, по странному стечению обстоятельств Освальд указывает адрес своего комитета за справедливую политику по отношению к Кубе в том же здании, в котором работает ярый антикоммунист и бывший сотрудник ФБР. Но и это еще не все. Прямо напротив располагалось здание почтовой службы США, а в нем офис ЦРУ Нового Орлеана. Как справедливо замечает Гаррисон, с точки зрения Освальда это был очень странный выбор локаций. И, наконец, многие в Далласе знали, что глава кофейной компании, в которой работал Освальд, был ярым антикоммунистом. Из всего этого Гаррисон делает вывод, что на самом деле Харви работал на бывшего сотрудника ФБР Баннистера в качестве агента-провокатора. Это бы объясняло некоторую странность в его действиях. Например, всякий раз, когда он собирался раздавать листовки в поддержку Кастера, он ходил в местное бюро по трудоустройству и нанимал людей. Освальд платил им по 2 доллара в час за то, чтобы они вместе с ним раздавали брошюры. Такой метод вербовки был крайне маловероятен для истинно марксистской группы. Большинство таких групп были хорошо организованы, при этом чаще всего у них не было денег. Согласно отчету комиссии Уоррена, когда Освальда задержали на кубинской демонстрации 9 августа и затем доставили в полицейский участок, он сразу попросил о встрече с сотрудником ФБР. Освальда отделили от других арестованных и перевели в отдельную комнату, где он беседовал со специальным агентом Джоном Куигли из местного бюро. Позже агент Куигли сжег записи, которые он сделал во время этого интервью. Это категорически противоречит стандартной процедуре ФБР. Обычно такие заметки помещаются в служебное дело вместе с отчетом. Такое особое отношение можно было бы легко объяснить, если Освальд действительно имел связь с Баннистером, бывшим высокопоставленным сотрудником ФБР. Через неделю после ареста Освальда кто-то организовал для него участие в радиодебатах. Тема была по сути капитализм против коммунизма. Освальд представлял левую позицию, где показал себя как ярый марксист. После убийства Кеннеди и менее чем через неделю после убийства Освальда копии записи были разосланы членом Конгресса как доказательство того, что президента убил коммунист. И здесь Гаррисон делает логичный вывод. Все эти действия были направлены на то, чтобы сформировать образ Освальда как ярого коммуниста. Заметили, что какого бы аспекта убийства Кеннеди мы не коснулись, мы часто натыкаемся на три повторяющихся мотива. Это коммунисты, антикоммунисты и Куба. И это не случайно. Конечно, есть версии, что Кеннеди убила мафия, с которой боролся его брат и по совместительству генеральный прокурор Роберт Кеннеди. Или влиятельные группы из Южных Штатов, которым не нравилась либеральная политика Кеннеди по отношению к афроамериканскому населению страны. Но тем не менее, именно кубинский след встречается в большинстве альтернативных теорий и в том числе расследовании Гаррисона. Самое время понять, почему. В 1975 году была основана комиссия Чорча. Она изучала законность работы ФБР и ЦРУ после Уэтергейского скандала. Комитет обнаружил, что ЦРУ предприняло несколько попыток убить кубинского лидера Фиделя Кастро. Это, безусловно, подогрело версии о том, что именно кубинское правительство могло нести ответственность за убийство американского президента. Кастро отрицал все обвинения и утверждал, что подобные действия были слишком рискованы и могли понести слишком серьезные последствия для Кубы со стороны США. Однако, именно эта версия объясняет для многих поездку Освальда в Нехико и его неоднократные попытки прорваться на Кубу. Другая сторона кубинских теорий связывает убийство Кеннеди наоборот с группами противниками Кастро. Якобы они были недовольны президентом из-за его решения отказать им в военной поддержке после неудачной операции США по свержению Кастро в 61-м году. Во многом из-за этого эпизода Кеннеди называл свой первый год президентства катастрофой. Речь идет о вторжении известном как «высадка в заливе свиней». Для понимания теории Гаррисона и других альтернативных версий это очень важный эпизод. План тайного вторжения на Кубу возник еще при администрации предшественника Кеннеди президента Эйзенхауэра. ЦРУ проводили тренировки антикастровских сил в Гватемале для подготовки к вторжению. Кеннеди проинформировали о намечающейся операции вскоре после его победы на выборах в ноябре 60-го. Некоторые в администрации нового президента предупреждали, что операция в том виде, в котором она задумана, скорее всего провалится. Тем не менее, большинство советников утверждали, что план сработает и избавит США от коммунистической диктатуры в соседней стране. И если смотреть на это глазами президента США, то это крайне заманчивое предложение. Но важно все сделать тихо. Кеннеди хотел стереть любую возможную связь между американскими военными и предстоящим планом. Операция была ограничена одним раундом воздушных ударов на замаскированных самолетах. После чего обученная ЦРУ группа кубинских эмигрантов должна была вторгнуться в залив свиней для захвата Кубы. 15 апреля 61-го 8 бомбардировщиков покинули Никарагуа и начали наступление на Кубу. ЦРУ использовали устаревшие самолеты времен Второй мировой войны и раскрасили их так, чтобы они выглядели как самолеты кубинских ВВС. Им удалось уничтожить лишь часть ВВС Кастро, оставив большую из них нетронутыми. Когда появились новости об атаке, фотографии перекрашенных американских самолетов стали достоянием общественности, тем самым подтвердив, что Америка принимает участие во вторжении. Из-за этого Кеннеди отменил второй авиаудар. Через два дня, 17 апреля, бригада из примерно полутора тысяч кубинских эмигрантов, подготовленных ЦРУ, высадилась в заливе на южном побережье Кубы и сразу же попала под шквальный огонь. В итоге вторжение закончилось полным провалом. Часть была убита, многие взяты в плен армии Кастро. Провал операции был серьезным ударом для администрации Кеннеди. В попытке компенсировать неудавшееся вторжение кубинского правительства и экономики, которая предусматривала возможность убийства Кастро. Окей, возможно, кому-то из вас уже наскучило погружение в политику, но придется еще немного потерпеть. Ведь я напомню, что один из главных вопросов в деле об убийстве Кеннеди — кому это выгодно? Летом 1962-го Хрущев достиг секретного соглашения с кубинским правительством о поставке ядерных ракет, способных защитить остров от нового вторжения спонсируемого США. В середине октября американские самолеты-разведчики сфотографировали строящиеся ракеты-площадки. В ответ Кеннеди установил военно-морскую блокаду Кубы. Он также потребовал убрать ракеты и уничтожить объекты. Никто не был уверен, как советский лидер Никита Хрущев отреагирует на морскую блокаду и требования США. Но в итоге оба лидера сверхдержав признали разрушительную возможность ядерной Советы демонтируют объекты размещения оружия в обмен на обещание Соединенных Штатов не вторгаться на Кубу. Также была еще и отдельная часть этой сделки, которая оставалась в секрете несколько десятилетий. По ее условиям Соединенные Штаты должны были убрать ядерные ракеты из Турции. В последние месяцы президентства Кеннеди был заключен и подписан договор о запрете испытаний ядерного оружия. Кроме того, Вашингтон и Москва установили прямую линию связи. Подобное отношение президента к СССР многих в США не устраивало и вызывало раздражение. Уверен, часть зрителей заснули за сложными политическими перипетиями, но, ребята, время просыпаться и объяснить, к чему все это было. Так вот, по мнению прокурора Гаррисона, за убийством Кеннеди стояли антикастровские и антикоммунистические элементы в ЦРУ, которые хотели продолжать холодную войну. И часть из этих людей умерла странной смертью. Баннистер умер от тромбоза в июне 64-го, через полгода после покушения на Кеннеди. Когда помощник окружного прокурора допросил его вдову, та призналась, что в офисе мужа уже после его смерти видела несколько листовок Кубинского комитета, тех самых, которые раздавал Освальд. Гаррисон был убежден, что Ферри знал Освальда по службе, сам Ферри это отрицал. На данной фотографии запечатлены Освальд и Ферри на пикнике с другими курсантами гражданского воздушного патруля. Смерть Дэвида Ферри также вызывает много вопросов. Он был найден мертвым 22 февраля 1967-го, спустя менее недели после выхода статьи с расследованием Гаррисона. В квартире были обнаружены две предсмертные записки, напечатанные на машинке, а не от руки. Однако вскрытие показало, что Ферри умер естественно от массивного кровоизлияния в мозг. Иными словами, это не был ни суицид, ни убийство. К чему были записки, не ясно. Клей Шоу самый интересный герой в теории заговора, так как он был единственным, кого привлекли к суду за причастность к убийству Джона Ф. Кеннеди. Гаррисон представил свидетеля, который присутствовал на вечеринке в квартире. Там Освальд, Ферри и Шоу обсуждали убийство Кеннеди. Разговор включал план перекрестного огня и алиби для всех участников. Однако в 1967 году суд признал Шоу невиновным. Показания свидетелей были сочтены незаслуживающими доверия. Ну что, вы все еще верите, что Кеннеди убил Освальд? Давайте честно, когда начинаешь погружаться в детали и внимательно изучать не только официальную версию, но и подробные альтернативные теории, то потихоньку внутренний скептик начинает отключаться и картинка становится достаточно правдоподобной. И яркое подтверждение этому опросы американцев. Данный график показывает процент жителей, которые не верят в официальную версию. Как видите, уже в 1963 более половины уверено, что Освальд не мог действовать один. Резкий скачок в 76-м. Что произошло тогда? Годом ранее была рассекречена запись Запрудера. 80% населения тогда не верило в официальную версию. Покажите мне еще одну конспирологическую теорию, в которую верит 80% населения. Самые основные вопросы и сомнения я уже перечислил. Кроме того, многие документы, относящиеся к делу, до сих пор засекречены. Их должны были рассекретить еще 5 лет назад. Но в итоге часть документов осталась закрытой, а из той части, которую все-таки опубликовали, ничего не стало яснее. Несмотря на все вопросы, Ли Харви Освальд по-прежнему считается единственным убийцей Джона Кеннеди. Все возможные связи с ЦРУ, мафией, ФБР или другими лицами официально отвергнуты. И понятно, что информационную пустоту начинает заполнять альтернативные теории, некоторые из которых выглядят вполне убедительно, в том числе расследование Гаррисона. Но есть две основные проблемы. Во-первых, версия Гаррисона и другие альтернативные теории построены исключительно на косвенных аргументах. Их найдено очень много, они ловко смешаны друг с другом и составлены в одну логичную историю, которая работает. Но самое главное, что со временем многие аргументы альтернативщиков были успешно разоблачены. Вот несколько примеров. Эпизод с фейковым снимком Освальда присутствует в фильме Оливера Стоуна, который основан на книге прокурора Гаррисона. Только вот снимок настоящий. Его успешно воспроизвели на том же самом месте еще в конце 60-х. Позже, уже в 21-м веке, фото реконструировали в цифровом виде с помощью 3D-моделей. Подбородок Освальда выглядит шире просто потому что часть его скрыта тенью. Несовпадение направления тени от тела и тени под носом абсолютно естественно. Причина этому наше зрение. Мы видим мир в 3D, но снимок двухмерный и наш мозг не может успешно перестроиться. Это подтверждает научные исследования в данной сфере, которые никак не связаны ни с Освальдом, ни Кеннеди. То, что для нас в 3D-мире выглядит естественным, может казаться странным на фотографии и наоборот. Тени как раз яркий пример. История волшебной пули выглядит странно, согласен, и можно без труда найти эксперименты, которые будут доказывать, что это невозможно. Но в то же время вы найдете совершенно противоположные опыты, которые полностью подтвердят, что пуля была способна пробить такое количество слоев и лететь именно по такой траектории. И наконец мой любимый пример Человек с зонтом. Версии конспирологов о том, что это был за чувак, разнятся. Самые скромные говорят о том, что он был ориентиром для снайперов. Другие утверждают, что он сам был снайпером. Третьи говорят, что он не только был снайпером, но и пользовался крайне изобретательным оружием, которое было вмонтировано в зонт. Разгадка тайны человека с черным зонтом оказалась намного приземленнее. В 1978 году мужчина, который стоял с Отец Джона Кеннеди в конце 30-х был послом в Великобритании. В то время премьер-министром был Чимберлен. Тогда, перед самым началом войны, он заключил мировое соглашение с Гитлером. Это решение поддерживал и Кеннеди Старший. Так вот, Чимберлен был известен тем, что постоянно ходил с зонтом. Этот атрибут действительно использовался некоторыми противниками Джона Кеннеди уже в 60-х, как выражение протеста. Тонкая политическая отсылка. Всю эту историю можно сравнить с разглядыванием картины в микроскоп. Представьте, что перед вами большое полотно, и вы пытаетесь рассмотреть его впритык с помощью микроскопа. Во-первых, вы никогда не поймете в итоге, что нарисовано, и во-вторых, все увиденное будет казаться очень странным. Убийство Кеннеди хорошо задокументировано. Куча если разглядывать любое событие подобного масштаба под микроскопом, вы точно найдете что-то странное. Что-то, что вроде не вписывается в общепринятую картину, каких-то людей или детали. Еще раз повторю. Да, в этой истории есть моменты, которые до сих пор выглядят странно. Но лично меня в ложности альтернативных теорий убеждает другой американский президент Бенджамин Франклин. Как-то он сказал такую фразу. «Три человека могут хранить один секрет, только если двое из них мертвы». Знаменитый отергейтский скандал, когда президента Никсона обвинили в прослушке конкурентов, тоже на первый взгляд казался лютой конспирологией. Для того, чтобы правда вскрылась, понадобилось пара лет. Если убийство Кеннеди было большим заговором, то в этом должны были принимать участие много людей. Их всех не могли убрать сразу. А если и могли, то в этом должны были принимать участие еще больше людей. Короче говоря, за 60 лет должны были появиться прямые веские доказательства или свидетели. Но тем не менее, их нет. Продолжение следует...